День работника культуры Мы имеем какое-то отношение, прямое отношение мы имеем к культуре, потому что мы практически каждое утро выходим и занимаемся по большей части культурологией, мы вам рассказываем что-то полезное, важное, в том числе и из жизни омской культуры. Да, и вот, кстати, буквально несколько часов тому назад пришла новость на лентах, замечательная, что в России может появиться программа «Земский работник культуры». Сейчас этот вопрос активно обсуждается. Аналогичные программы поддержки сельских врачей и учителей уже существуют. Это привлекает молодежь на село, специалистов в различные деревни. И сегодня мы хотели спросить у вас. Обсудить даже, можно сказать, с вами. Да, а каких специалистов в вашем районе, ну, в сфере культуры, может быть, не хватает? Кого бы хотели видеть? Может быть, это будет библиотекарь? Хореограф. Хореограф, да. Может быть, гармониста не хватает? Вокалиста не хватает? Художника не хватает? Гитариста. Ну, можно перечислять, мне кажется, бесконечно это все. И есть вот еще такая новость, что в глубинку поедут также агитавтомобили. Вот, кстати, в Омской области уже такие, ну, сцены на колесах, наверное, существуют в каждом районе. Они хорошо упакованы, простите за такой сленг. Есть звуковое оборудование, видеооборудование, ну, микрофонное хозяйство превосходное. Поэтому это очень такая хорошая весть случилась у нас в Российской Федерации, объявилась два часа тому назад. Да. Ну, пока это обсуждается, мы решили обсудить и с вами тоже. Так что звоните по телефону 695-644 и делитесь, каких специалистов не хватает в вашем поселке, в вашем районе. Или, допустим, какие меры поддержки для молодежи хотели бы вы предложить. Вот, а если у вас всех специалистов хватает в вашем замечательном клубе, то, пожалуйста, вы можете их поздравить с Днем Работника Культуры. Ну, в общем, мы открыты. И еще, нам бы очень хотелось, чтобы вы делились с нами добрыми вестями. У кого-то внук родился, а ли внучка? У кого-то кошка катилась? Это тоже хорошая, добрая примета. Хороших кошек должно быть много и они должны быть разные. Забор планируете покрасить? Купили краску, в магазин сходили, примерили, ну, не шубу, ну, тогда уж хоть кофточку. В общем, звоните. Давайте будем вместе с авторами, будьте нашими соавторами вот этой нашей замечательной программы «Наше утро». А чем наполнена она будет в ближайшие 30 минут, расскажем в кратком анонсе. С марта ставим смарт-цели. Конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные, определенные во времени. Как сказку сделать былью, научит Анастасия Вареник в рубрике «Рабочий настрой». Отдай свою душу и исповедь неполноценного человека и риф о киноновинках, ужастиках, аниме, боевиках и мультиках расскажет Роман Винс. Не пропустите новый выпуск от нашего ведущего рубрики «О кино». Неподражаемая актерская подача и поток сумасшествия. О стиле фудура и капризах погоды поведает маэстро Вильсбан Баро. С ним точно не соскучишься. Прогуляться по Парижу, Лувру, не покидая Омска, музея и театры по всему миру переходят на онлайн-режим. Екатерина Балучевская когда-то работала гидом в Греции. Сегодня же готова рассказать о мировых выставках в эфире «Нашего утра». Вот, вот такое вот наполнение. А есть еще очень хорошая одна новость. Так, я присяду, рассказывай, Наташа. В Омске с 15 апреля начнут готовить дороги к предстоящему ремонту. По крайней мере, такие сроки для подрядчика записаны в контракте. И завершить ремонт планируется до 1 августа. Кстати говоря, какие улицы будут ремонтировать, можно посмотреть на интернет-пространстве. Просто новые дороги в Омске есть. На самом деле, тут список уже есть. Я весь зачитывать не буду. Но порядка 20 дорог и объектов будут отремонтированы. Чему мы, несказанно, рады. Если не сказать счастливо. Кстати говоря, ремонт дорог – это тоже хорошая вещь. С хороших вещей мы начинаем наше утро, дорогие наши зрители. Ну, а для того, чтобы визуализировать ваши новости, предлагаем высылать фотографии к нам на WhatsApp. WhatsApp уже у нас работает. Также вы можете передавать привет и поздравлять друг друга с какими-то памятными датами. Все обязательно зачитаем, отправим. Так что не стесняйтесь, пишите. Ну и, конечно, собираем хорошие новости. У нас работает также еще страничка ВКонтакте «Наше утро», где уже Наталья Роглева опубликовала пост о том, что мы собираем хорошие новости. И вот эта вот копилка хороших новостей пополняется постоянно. Можете писать вот ВКонтакте в нашей группе «Наше утро», либо присылать к нам на WhatsApp фотографии. Ну, с краткой подписью, что же у вас такого замечательного произошло. И не забывайте, что сегодня день работников культуры Российской Федерации. Можете прислать фотографии с ваших выступлений, если вы где-то занимаетесь. Ну, в общем, работников культуры не надо учить, что делать. Они сами вот такие активные. Шлите нам на WhatsApp, звоните по телефону в студии, все на экране. Мы рады вас сегодня не то что приветствовать, а рады, мы уже вас поприветствовали, а рады, что мы с вами, а вы с нами сегодня. Вы знаете, чем мне нравятся работники культуры? Да. Они всегда вот как-то заряжают своим задором, и мне кажется, им даже вот рабочий настрой не нужен. Они всегда настроены положительно и на работу. Они сами по себе уже хороший настрой. Ну, а Анастасия Вареник подскажет, как же настроиться на какие-то определенные цели, для того, чтобы они были конкретными и сбывались. Главное ставить цели и настраиваться. Смотрим рубрику. Доброе утро. Доброе утро. Давайте на примере. Цель съездить в отпуск – это неправильно сформулированная цель. Вот как надо. Я хочу съездить в Париж на 10 дней в апартаменты в период своего отпуска на деньги, накопленные в течение года в августе 2020-го. Чувствуете разницу? Во втором варианте есть конкретика и четкое понимание того, как ее достичь. Когда ваша цель прописана по пяти критериям, у нее больше шансов быть достигнутой. Если прописаны смарт-цели, вы имеете четкое направление действий. Вы будете тратить меньше времени на выполнение непродуктивных действий. Если перед вами поставлена большая цель, то она станет для вас инструментом мотивации. Например, для расширения своего влияния вам требуется увеличить охват аудитории. Значит, вы четко понимаете, что для этого вам нужно выходить на сцену на конференциях, писать интересные посты для соцсетей и записывать регулярные сторис для своих подписчиков. Умение ставить смарт-цели помогает не только в бизнесе. Эту концепцию постановки задач используют и обычные люди для личных целей. У вас же есть цели? Попробуйте прописать их по смарт-методике, и вы точно увидите результат. До новых встреч! Главное ставить цель. Вот наша с тобой цель на ближайшие полторы-две минуты разыграть... Пригласительные в кино? Давай, пригласительные в кино. Чтобы пойти в кинотеатр «Слава», а именно этот кинотеатр... Слава, да, нашего розыгрыша сегодня. Да. Вы должны ответить на очень простой вопрос. А, гугл вам в помощь. 25 марта 1916 года в Омске были проведены первые официальные лыжные гонки. Участвовало 4 человека. Дистанция составляла 24 версты. Маршрут проходил по реке Иртхыш. А вот верста, одна верста, это сколько? Мне кажется, так обидно было тому, кто пришел четвертым. То есть, пьедестал почета заняли практически все участники этого забега, наверное. А вот четвертому, наверное, не сильно повезло. Итак, верста, это сколько? 695-644. Ну, конечно, давать подсказку было бы глупо, там, цифры подсказывать. Поэтому мы решили вам показать на нашей плазме, вот что существовали такие меры длины, как 5. Ладонь, дюйм, палец, вершок. Я теперь понимаю, откуда, наверное, пошло выражение «дай 5». Ну, типа, не «пяти», а «пяди». Да, надо говорить «пять». Да, да, вот «пять», да. Здорово. Интересно. Вот палец, я понимаю, откуда мальчик с пальчиком. Да, а дюймовочка – это практически, ну, прям совсем. Да вообще, вот крошечка-хаврошечка. Вершок, вершки-корешки, да, это из известной сказки. Так что вот наша передача, помимо того, что она хорошая, она еще и полезная. Вот такую пользу мы вам сегодня о пользе мер длины вам рассказали, а вы должны ответить, верста – это сколько? Потому что в 1916 году в Омске состоялись первые официальные лыжные гонки, и участвовало в этих гонках 4 человека. Ну, наверное, 4 пары лыж было всего лишь в Омске. Это все-таки экзотика для 1916 года, это лыжи. Ну, хотя… Ну, охотиться, мне кажется, ходили, наверное. Тоже, да. Ну, такие охотничьи, наверное, другие немножко. Да. Пригласительный у нас на столе, а телефон в студии – 695-644. Ну, раз уж мы завели киношную тему, я предлагаю и поговорить о киноновинках. Доброе утро, дорогой зритель. Кто ходит в кинотеатры по утрам, тот поступает мудро, а еще днем, вечером и даже на ночные сеансы. Меня зовут Роман Винс, и это рубрика «О кино». «Бладшот», «Человек-невидимка», «Номер один» Энси и многие другие фильмы для любителей острых ощущений уже в кино. Но среди новинок для любителей погорячее, пожестче есть одна новинка – фильм ужасов. «Отдай свою душу». Сегодня сказали, что место, куда мы переехали, обладает древней силой. И некоторые люди здесь могут общаться с мертвыми. Только шаманы. Это просто суеверие, Мария. Я могла бы увидеться с мамой и папой. Не говори о таком на ночь глядя, а то еще кошмар исцелиться будет. Что случилось? Пссс. Во дворе что-то есть. Что-то жуткое. Папа этого не остановить. Цепляет фильмец. А знаете, что еще цепляет? Новый крутой фантастический аниме-боевик 18+. Исповедь неполноценного человека. Наши тела вживлены нано-машины, которые ими управляют. Эх ты, а я все на нервы извелась. Прекрати! Меня это не касается! Конец миру, что мы знаем. Победа будет наша! Остается только идти вперед! Смейся. Пришло время людям вернуть то, что делает их людьми. Наше будущее. Я буду ждать. И у меня хорошие новости. Совсем скоро весенние каникулы. А в кинотеатрах очень-очень много мультфильмов. К примеру, продолжается прокат мультика «Вверх». Продолжается прокат мультика «Тролли. Мировой тур». И уже скоро на экранах новый мультфильм «Риф. Новые приключения». Я приплыл, потому что беспокоюсь за наш риф. Я никогда еще не видел таких черных капель. И я знаю, что это такое. Правда? Это чернила черного чудища. Это опасно. Там живут рыбы, которые злопают вас при первой возможности. Нас ждет работа. Смываемся. Если Алекс так сказал, значит, нужно попробовать. Но ведь это же мой долг. Я обязан помочь. Я очень-очень люблю смотреть кино и вам рекомендую. И готов вам с этим помочь. У меня есть очень-очень много пригласительных, которыми я готов поделиться. Но для этого надо правильно ответить на мои вопросы. Назовите фильм, в котором Крис Пайн с компанией пытается покинуть зараженную территорию. И еще одна хорошая новость. Дорогие друзья, в кино ходить можно и нужно. Кинотеатры проводят профилактические меры, чтобы вы могли спокойно смотреть любимые фильмы. Кочтение, Кочтение. Хорошо, когда есть что смотреть. Дорогие друзья, с вами был Роман Винк. Это рубрика О Кино. До следующей недели. Пока. Мы продолжаем киношную тему. Мы разыгрываем два пригласительных. Кинотеатр Слава. У нас есть телефонный звонок. Доброго вам утра. Здравствуйте. Представляетесь. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Екатерина. Итак, одна верста это сколько? Одна верста равна 1066 метров. Запятая и восемь десятых, если быть точными. А Екатерина... Вы правы. Вы правы, вы правы. Вас поздравляем. Хорошего вам похода в кино, кстати говоря. Спасибо. Вот. Какие хорошие новости у вас сегодня есть? Есть чем поделиться с нами? Ну, помимо, конечно, того, что вы стали первой нашей победительницей розыгрыша. Этим утром. Ну, хорошие новости. Меня радует погода. Такое солнышко с утра. Уже солнышко? Солнышко, да. У нас в студии окон-то нет. Ой, вы нас порадовали, что солнышко. Это мы тут в запертии сидим под искусственным освещением. Порадуемся, господа. Спасибо, Екатерина. Порадуемся солнышку. Есть у нас еще приветик, который просто муж подписался, передает своей жене. Он рассказывает, что замечательная новость. Жена приготовила завтрак перед работой. Спасибо, дорогая. Хорошего рабочего дня. Просто муж. Вот так вот. Вот это любовь. Вот это любовь. Просто муж. Просто жена. Это так вот, как-то так вот по-семейному. По-домашнему. По-домашнему. И солнышко светит. По-домашнему. Ну что, солнышко светит. А что же в течение дня? Об этом расскажет маэстро Лизбан Баро. Доброе утро, дорогие друзья. На календаре 25 марта среда. И как говорят в народе, среда – это маленькая пятница. Но я пятницу могу устроить себе всегда. Просто танцуя и получая удовольствие. И хочу предложить вам завести полезную привычку. Танцевать. Ведь если вы войдете во вкус, то будете танцевать всегда и везде. Как только заиграет ваша любимая песня. И сегодня я вам расскажу об одном направлении родом из Африки. И это сразу после прогноза погоды. В Омске в среду будет ясно. Днем воздух прогреется до нуля градусов. Ночью температура опустится до минус шести. В Таре днем тоже около нуля. Ночью похолодает до минус пяти. Облачно. И с произведением. В Калачинске малооблачно. Ночью минус семь. Даже произносится холодно. Вы там держитесь. Саду днем всего минус один. В Черляке днем около нуля. А в ночные часы минус шесть. Солнце погажется, но ненадолго. Сегодня поговорим о таком направлении, как кудуру. Данный стиль родом из Анголы. Музыкальная кудура начала формироваться в конце 80-х годов. Путем смещения традиционной перкурсии, звука, англайском сеймбе. При этом испытывая на себе влияние к анголесскому даболу. И европейского хаоса, и техно. Такая музыка называлась бат-ида. И отличалась высоким темпом 130-140 ударов. И речевками. С танцевальной точки зрения для кудуру характерно наличие степов. Чаще всего соответственно музыкальному треку. Очень быстрый футбор, который совсем не обязательно танцует в бит. А также абсолютно неподражаемая актерская подача и подоксомашисты. Танец – это способ достичь красоты. Владеть каждым мускулом и направить его к часу. Танцуете, и вот и часы. С вами был Майс Лиз Ламбаро. Пока-пока. Наташа, ну нас-то шестью градусами со знаком минус вообще не испугать. Да, действительно. Весна идет, весне дорогу. И обратно возвращаться опять в матушку-зимушку мы не собираемся. Знаешь, я вчера вечером уже стал смотреть такие практически летние свои одежонки в своем шифонере. Ну да, действительно, мне кажется, пора разобрать немножко гардероб, убрать какие-то вещи, которые уже точно не пригодятся. Какие-то слишком теплые сетиранки, шубы, дубленки, вот это вот шапки. Кстати, у нас сегодня очень красивая шапочка будет разыгрываться. Она подходит под цвет моего костюма, покажу. Да, может быть, и выиграешь. А об этом чуть-чуть попозже, да, мы разыграем в следующей получасовке. Да, и есть лейбл с логотипом нашего 12-го канала. Хотела, знаете, вот немножко зачитать тех хороших новостей, которые приходят к нам в группу ВКонтакте. «Наше утро» называется эта группа. Если вы еще до сих пор не подписались, срочно начинайте подписываться. Немедленно я бы даже сказал. Очень много полезной информации. Мы также выкладываем туда сюжеты, которые были уже когда-то в нашем эфире, но они вот действительно такие полезные. Да, их можно пересмотреть. Например, я вот на одном из форумов вчера там прочитала в Омском паблике, что кто-то разбил градусник и не знает, куда его сдать можно. То есть вот насколько это в степени опасности. Будьте аккуратны, с ратутными градусниками. А у нас такой сюжет в нашем утре уже был, и там подробная инструкция есть. И вот все вот эти полезности можно найти в нашей группе ВКонтакте. «Наш утр» называется. Ну, какие новости приходят? Вот кошка катилась, пять котят мэн-кунчиков, два сыночка и три лапочки дочки. Ничего себе лапочки, это целые рыси. Да, уже мечтает забрать цирковая семья. Да, так что вот такой амич мэн-кунчик поедет с гастролями. Мало цирковым тигров, так они еще и котов. Дрессируют. Дрессируют. Ксения Яковлева нам пишет, что хочет поделиться своей необъятно хорошей новостью. У нее дома появился полотеной шкаф. Она очень долго этого ждала, и для меня пока это лучшие события этой весны. Эмоции переполняют. Хорошего вам наполнения в этом шкафу. А Платон Кузнецов пишет, что нашел в себе силы и прибрался на рабочем столе. Надеется, что на пару дней этого хватит. Ну да. Я напоминаю, что сегодня День работника культуры. Вы можете также к нам на WhatsApp отправлять фотографии с репетицией. Фотографии ваших художественных руководителей, хореографов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, да, есть у нас такая открытка из села Сухое Горьковского района. Замечательный дом культуры, прекрасные работники культуры. Я хочу поздравить их всех с профессиональным праздником. Желаю семейного счастья и успехов на работе. Ангелина Анинкова пишет. Спасибо большое, Ангелина, за такое поздравление. Я надеюсь, что... Оно долетело до Горьковского района. Да, село Сухое сейчас ликует, потому что привет долетел. Может и ваше село ликовать. Ну, кстати говоря, мы говорили в самом начале программы о том, что все-таки рассматривается президентом вопрос о земском работнике культуры. Кого у вас населения не хватает? Кого? Людей по специальности какой? Культурной? Культурной. Мне кажется, скоро начнет не хватать системных администраторов в таких клубах. Обоснуй. Ну, потому что сейчас все больше и больше интегрируется онлайн таких мероприятий, как, например, спектакли посмотреть онлайн в интернете. Вот. Ну, то есть не каждый, наверное, киномеханик это вот может сейчас запустить. Ну, да. И прогуляться по виртуальной выставке, как это сделала Екатерина Булычевская. Да. Она, кстати говоря, это сделала превосходно, потому что у нее есть большой опыт. Когда-то, ну, давным-давно я не буду говорить, в общем, она была замечательным гидом в Греции. Она владеет этим грецким языком. Грецким или греческим? Как правильно? По-старомосковски грецкий. Ох, как? Грецкая богиня. Ну, ладно. Буду знать. В общем, слово Екатерина Булычевская. В 1594 году доказом царя московский князь Андрей Елецкий отправился вверх Иртыша на реку Тару. В парке «Россия. Моя история» готовят экскурсию в абсолютно новом формате. Оператор записывает гида на камеру. После ролик выложат в сеть. Прогуляться среди портретов царей и стать свидетелем легендарных сражений можно будет, не выходя из дома. Это будут такие 5-7-минутные ролики, посвященные разным темам из истории нашей страны. Мы будем говорить и о бытии культуры СССР, будем говорить о тайнах и мифах династии Романовых и Рюриковичей. На профессиональную камеру мы записываем наших экскурсоводов, потом монтируем ролики, ну, вместе посмотрим, что у нас получится. Виртуальные экскурсии бесплатный, доступ открыт для всех пользователей. И, как говорят организаторы, в таком формате о МИЧИ смогут узнать даже больше. За время похода в музей человек обычно посещает одну экскурсию, а в режиме онлайн всего в пару кликов можно устроить исторический марафон. У Омского туристского центра свой вариант электронных туров. Гиды ведут прямые трансляции в Инстаграм. Обратите внимание на потолок. Он такой не просто так. Это специальный киссонный потолок, который был создан для улучшения августики. На этой экскурсии даже можно задавать вопросы. Достаточно написать в чат, и гид ответит. Кстати, выходить в эфир специалисты туристского центра будут не только из музеев, но и из городских улиц в планах онлайн-лекции о шедеврах архитектуры. Ну, а для тех, кто предпочитает погружаться в историю самостоятельно, работает электронная библиотека имени Пушкина. В коллекции две тысячи изданий, в том числе редкие экземпляры, которых нет ни в одном интернет-книгохранилище нашей страны. Никаких специальных регистраций проходить тоже не придется. Архив открывается с любого компьютера. Не снимая домашних тапочек, а мечи могут отправиться даже в путешествие. Это ролики, которые перенесут вас и на пять озер, и на озеро Ибиты. У Старины Сибирской, у нашего музея-заповедника на сайте размещена такая экскурсия. Тоже можно совершить виртуальное путешествие, ну а потом, когда уже появится возможность реально туда добраться. Можно устроить вояж и за границу. Давно мечтали заглянуть в глаза Джоконде. Серию виртуальных экскурсий запустил парижский Лувр. Глобальная паутина сделает еще ближе и Лондон. В Британском музее создали интерактивную линию времени, на которой живут, творят, воюют и исчезают цивилизации разных частей света. Богатейшая коллекция мадридского Прада теперь тоже доступна в сети. Организаторы подготовили тематические подборки. Королевские портреты, святые, представители необычных профессий. В общем, главное, чтобы было время, а расстояние любителям искусства больше не помеха. Кстати говоря, на этом тема не заканчивается музейная. За 10 минут до 9 часов... Как вы так загадочно сказали? Да, да, да. К нам придут в гости наши коллеги, друзья из Ярославского художественного музея. И они привезли в Омск ни одну, ни две, ни три. 65. 65 картин, они посвящены теме «Дорога», «Дороги». Ну, для России «Дорога» – это вообще мистическая вещь. Ну, в общем, о мистике, о художественных произведениях. И поговорим еще раз, говорю, 8, где-то 50. Ожидайте. А я продолжаю выпуск нашего агентства «Хороших новостей». Добро пожаловать. Итак, пишет нам Инна Сафина. Пишет, что базилик со шпинатом проросли. И в подтверждение вот такая вот картинка. Действительно так приятно смотреть, когда вот эти первые зеленые побеги, листочки появляются сначала на подоконниках, а потом постепенно их пересаживают уже на дачный, садовый участок. Ну, базилик, насколько я понимаю, вот в «Огородных делах», базилик и шпинат, они очень плохо переносят пересадки. Поэтому я так думаю, что это уже для того, чтобы... Уже прям сразу? С подоконником, не дожидаясь этой пересадки в сады и огороды. А Светлана Жукова не хочет пересаживать шпинат. Она хочет выходить с весенним маникюром. И она вот отправила такую картинку с весенним маникюром, со смайликами. По-моему, очень симпатично получилось. Для кого-то это идея. А что вот еще нам, девушкам, надо? Иногда просто вот краса ногтей, она поднимает настроение. Это знаешь, как в том кино, но правда про мужчин. То ему это, то сразу раз и другое. Вот у вас тоже у милых, дорогих наших такое бывает. По весне бывает. По весне бывает. А ведь у Миноса? Есть еще пожелание всем доброго утра, пишет нам телезрительница. Выглянула в окно, а там... И смотрим на экран. Я не знаю, кто это. Это Китерев, наверное. Какая-то цесарка какая-то. Ну, на самом деле, недавно Красная книга России пополнилась новыми видами млекопитающих и некоторых пиц. Это печальная новость. Есть там, по-моему, и глухарь в этом списке, но я сейчас, к сожалению, наверное, не вспомню, какой конкретно. Но сейчас найду, наверное. Ну, кстати говоря, я вот мечтаю, уже давным-давно мечтаю, можно сказать, с раннего детства, чтобы вот эта вот наша красная книга, куда заносят разных животин, ее вообще не было. Обращалась в маленькую тетрадку. Однолистную какую-то такую. Просто название и все. Ну, кстати говоря, один, я не буду назвать ни имени, ни фамилии, но один специалист в области биологии говорит, ничего страшного нету. И хроманьонцы когда-то исчезли с планеты Земля. Это просто идет естественный ход развития флоры фауны. Ну, вот нашла эту новость. 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих будут впервые занесены в Красную книгу Российской Федерации, в том числе косатка и косатка. Работа длилась с 90-х годов. Все это считали, подсчитывали. 43 объекта. В общем, ну, стоит задуматься. Ну, а мы, не задумываясь, переходим к часу новостей. На 12-м канале час новостей. В студии Денис Жарков. Доброе утро. Райцентры станут ближе. Омская область получила 10 новых автобусов, проработающих на природном газе. Новые пазы будут возить пассажиров на регулярных межмуниципальных маршрутах, связывающих Омск с Кормиловкой, Крутинкой, Шербакулем, Нововаршавкой, Тюкалинском и другими районными центрами. Торжественная церемония вручения ключей от новой техники пройдет сегодня на автовокзале. Подробности расскажем в следующих выпусках часа новостей. На юге региона начинают строить первую солнечную электростанцию. Объект должны сдать до конца года. Проекты для Омской области уникальны. Благодаря ему нагрузка на традиционные генераторы электричества существенно снизится. По словам экспертов, станция будет вырабатывать колоссальное количество энергии. Ее мощность 30 мегаватт. При этом негативное влияние на атмосферу уменьшится. Солнце самый экологичный источник электричества. И в Омской области она светит больше 300 дней в году. Подобная электростанция уже действует на Омском нефтезаводе. Она снабжает энергией все административные помещения. Абитуриентам из районов области предлагают льготное поступление. В Национальном исследовательском университете Высшая школа экономики стартовал проект «Социальный лифт». Его цель – поддержать молодежь, которая в силу жизненных обстоятельств не может поступить в ВУЗы. И для зачисления на бюджетные места не хватает баллов, а на оплатный – денег. Проект поможет получить высшее образование за счет университета в Московском, Санкт-Петербургском или Нижегородском кампусе. Приоритетное право у инвалидов и сирот. Участниками могут стать и дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также проживающие в труднодоступных районах и многородах. Прием заявлений продлится до середины апреля. Подробная информация о проекте «Социальный лифт» на сайте университета. Стоимость услуг ЖКХ в регионах рассчитают по-новому. Теперь губернаторы по согласованию с Минстроем будут сами выбирать систему оплаты коммунальных ресурсов в многоэтажках. Законопроект планируют внести в Госдуму в сентябре. Он направлен на снижение стоимости и повышение качества услуг. После нововведения субъекты смогут применять вариативную систему оплаты за содержание общего имущества – подъездов, лифтов, дворов, домофонов или подвалов. Сейчас расчеты проводятся по единой схеме, утвержденной в 2017 году. Размер платы устанавливают ресурсники и коммунальщики без согласования с Минстроем. В России предложили возвращать полную стоимость авиабилета, если в принимающей стране произошла чрезвычайная ситуация. С такой инициативой в Миндранцы и Госдуму обратилось общероссийское объединение пассажиров. Изменения предлагают внести в Воздушный кодекс России. Сейчас получить деньги назад можно в случае, если произошла значительная задержка вылета по вине авиакомпании или при болезни, подтвержденная документально. Предложение расширит этот перечень. Так, из-за эпидемии коронавируса пассажиры не могли сдать билеты за полную стоимость, пока не было закрыто воздушное сообщение. И были вынуждены или рисковать здоровьем, или потерять деньги. Авиаперевозчики уже высказались против инициативы. В условиях массовой отмены рейсов она грозит неподъемными убытками. В России могут ввести новую методику расчета сумм компенсации морального вреда. Специальный калькулятор подготовила Ассоциация юристов страны. Идея проекта в том, чтобы дать судьям ориентиры для назначения справедливых компенсаций. Сегодня основная масса пострадавших получает за вред здоровью или потерю близкого от 50 до 200 тысяч рублей. Это почти в 5 раз ниже, чем в Израиле, и в 32 раза ниже, чем в Чехии. Если новая методика будет одобрена, суммы вырастут в разы. Например, за боли страдания, связанные с унижением человеческого достоинства, шоком и страхом за свою жизнь, базовую ставку предлагается установить в миллион рублей. А уже на нее потом начислять коэффициенты в зависимости от особенностей дела. И последнее. А мечам пообещали теплое весну и лето. Гидромедцентр России сообщает, средняя температура воздуха с апреля по сентябрь во всей стране ожидается в пределах нормы или немного выше. Так, к теплому апрелю следует готовиться жителям северо-запада России, Урала и Сибири. Жарче обычного будет и в европейской части. Теплый май ждет столицу, центральную Россию, Забайкалье, Амурскую область и Якутию. А в июне погода особенно порадует уральцев и сибиряков. Июля-Август прогнозирует синоптики будут в пределах климатической нормы. О событиях дня расскажем в следующих выпусках Часа новостей. Оставайтесь с нами и доброго вам утра. Всем доброго утра. По-прежнему в студии Наталья Азма. И Андрей Крылов. Мы приветствуем тех, кто только что к нам присоединился, потянулся, улыбнулся. И уже за чашечкой кофе или ароматного чая смотрит наше утро. У нас сегодня к вам есть предложение. Во-первых, давайте будем поздравлять и рассказывать про работников культуры. Которые сегодня, 25 марта, в эту среду отмечают профессиональный праздник. Во-вторых, вы должны просто обязаны с нами по телефону 695-644 поделиться чем-то хорошим, что произошло в вашей жизни. А хорошее можно найти буквально во всем, даже в маленькой, вот такой вот фигуленький. Да, может быть, это будет какой-то завтрак, который приготовила жена. Может быть, это будет какое-то стихотворение, которое выучил ваш ребенок накануне, с которым вы позанимались на каникулах. Может быть, это будет какая-то книга, прочитанная вами и сюжетом, который вы хотели бы поделиться со всеми телезрителями. А если вы еще успели вот это вот что-то необычное, доброе, светлое и сфотографировать на свой телефон, шлите нам на WhatsApp, обязательно покажем. Вот так же работает у нас, напоминаю, телефон прямого эфира 695-644, куда можно звонить, поздравлять. Кстати, вот совсем скоро, 27 марта, будет отмечаться уже Международный день театра. Театр, мне кажется, в нашей Омской области, ну, это первейшая, мне кажется, из искусств. И очень многие любят театр. И вообще мы не будем бояться этой фразы. Мы все-таки театральная, как-никак, столица. Да, пусть будет так. Чем наполнены будут ближайшие 30 минут, расскажем в кратком анонсе. Хлеба и зрелищ требуют наши сердца. И то и другое представим в рубрике «Сделано в Омске». Заодно расскажем, что же означает выражение «преломить хлеб». Уютный дом, прочный дом. Какую пропитку и каким образом использовать для обновления дачного жилья, расскажут специалисты. Как смастерить портативный светильник без труда? Вдеть иголку, точнее, нитку в иголку и очистить от наклейки новую вещь. Анастасия Вдокимова покажет своими руками. Как организовать досуг ребенка, не покупая горы игрушек, но при этом проявить фантазию и мастерство, спросим у гостей нашей студии. Да, насыщенный у нас такой выпуск. Получается вот эта получасовка. Начнем мы с хлеба сегодня, потому что, ну, мне кажется, это один из таких первейших продуктов, без которого, ну, завтрак не завтрак. Я с тобой абсолютно согласен. Ну, о пользах и хлеба по утрам можно, конечно, спорить. Кто-то говорит, что бутерброд с маслом и сыром как бы можно и отложить, а кто-то говорит, что это полезно. Ну, тем не менее, фактов... У меня, знаешь, Наташа, даже вот с утра язык не поворачивается сказать, что давайте вместо хлеба, такого тостяки немножко хрустящего, сделанного, будем есть мюсли. Какие мюсли? Есть хлеб, есть... ППшечка. Существует правильное питание сейчас. Это модно. Мюсли вместо хлебушка. Ну, хотя, если честно, я вот тоже, мне проще отрезать хлеб. Хлебушка. Помаслить его сверху, кружочек колбасы и порадовать себя. Давайте порадуем наших телезрителей. Рубрика «Сделано в Омске» сегодня посвящена хлебу насущному. Если верить иероглифам и рисункам древних египтян, они выпекали до полусотни видов хлеба. Для них хлеб и солнце были настолько равнозначны, что даже обозначались одним символом. По сути, хлеб – это здоровый продукт, проверенный временем. Для приготовления одного из самых древних сортов цельнозернового немного-то и нужно – мука, вода, соль и закваска. После очистки от сора и пыли пекарь засыпает зерно в мельницу, где оно превращается в муку грубого помола. Муку нужно просеять, чтобы она была пышной и воздушной. Поскольку при изготовлении цельнозернового хлеба используется все содержимое зерна, то и все его компоненты – минералы, ферменты, аминокислоты, чистые углеводы – перекочевывают в буханку. Для теста нужно предварительно часов за 8 до замеса приготовить закваску или опару. Молочно-кислые бактерии начинают сами работать. Конечно, она выводится некоторое время, не сразу она получается. Но вот то, что уже получилось, стартовая закваска, я ее беру и добавляю в тесто. Все нехитрые составляющие отправляются в планетарный тестомес, действие которого устроено по принципу движения планет вокруг Солнца. 10 минут – и тесто готово. Теперь ему нужно прийти в себя, привыкнуть к новому состоянию. Формы для выпечки нужно смазать растительным маслом. На дно для вкуса, пользы и красоты можно насыпать семена кунжута и подсолнечника. Потом берем это тесто, делим на булки, сколько нам нужно, и закладываем в форму. Два часа тесто настаивается в этих формах. Есть время затопить печь березовыми травами и разогреть ее до 200 градусов, а затем отправить тесто в хлебную камеру на час. Вообще пекарю нужно запастись терпением, потому что после каждого активного действия наступает период ожидания. Хлеб из печи должен остыть, дойти, высохнуть, а уж потом его можно преломить. Кстати, преломить хлеб – это выражение древнее, как сам хлеб. Означает оно разделить с кем-либо трапезу, преодолеть барьер в общении. Преодолеваем мы не только барьер в общении, но и все мыслимые или немыслимые законы физики, потому что сейчас мы будем поздравлять человека с помощью телеэфира. Пишет нам Анжелика Степанова. Дорогие ведущие, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою любимую подругу Александру Рудопысову. Мы поздравляем Александру, желаем ей здоровья, счастья, красоты, любви. Замечательные подрюжки, две девчонки улыбающиеся. Ну, только душа радуется. Такие красавицы у нас в Умской области. Это так здорово, что в День работника культуры у нашей телезрительницы случился День рождения. А еще недавно в Умской области случился не очень приятный случай. Знаете, как он? Вот 22 марта в поселке Петровка Умского района клещ цапнул залюбовавшегося красотой природы человека. Представляете? В этом году, это, кстати, первый официально зарегистрированный случай. Сообщили об этом в Роспотребнадзоре. Интересно, что в предыдущем, в 2019 году, клещ впервые укусил Амичатак с 22 марта. Ну, прям какой-то День клеща хоть объявляет. Ну, я предлагаю уже с 25 марта сегодняшнего дня начинать готовиться к дачному сезону. Да, действительно. Покупать эти все пшикалки. Репепиленты и внимательно осматривать все. Ну, в том числе и качество ваших уже дачных домиков. Вот как сохранить их. Они тоже требуют ухода и любви. Да, как их обновить, расскажет рубрика «Уютный дом». Доброе утро! Наступает весенний сезон, когда мы готовим свои дачные участки и загородные дома к обновленному внешнему виду. Мы сегодня поговорим про пропитки, какие могут быть и чем их лучше нанести. При выборе пропитки следует обратить внимание на значки и информацию на самой банке. Они нам подскажут о сроке защиты, о цвете, о расходе и запахом или без запаха данная пропитка. Пропитку на новую древесину необходимо наносить в 2-3 слоя. От этого зависит срок защиты поверхности и интенсивность света. Если ваши задумки предполагают необычный цвет, то можно воспользоваться колеровкой прозрачной пропитки. Для пропитки мы берем хорошую кисть с мягким ворсом, наносим в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 1 час минимум вдоль волокон. Древесина, покрытая пропиткой, прослужит вам дольше. Всем пока! Ну а пришло время разыграть, я даже догадываюсь, что ты предлагаешь. Да я решила примерить, мне так, мне кажется, прям подходит сегодня костюм. Ну прямо очень, вот очень. Итак, вопрос. И от клеща, мне кажется, тоже можно защитить, да? Конечно, плотные вещи всегда от клеща защищают. Итак, вопрос. 24 марта 1912 года Омский Вестник, была такая газета в Омске до революции, сообщил, что в первую очередь город будет мастить улицы. Думскую, Копцевичеву и Бутырскую. А как называются эти улицы сейчас? Ну вот фотографии... Подсказочки. Вам дадут подсказку. Думская теперь это такая-то. Копцевичево, теперь это вот такая вот. А Бутырская улица, вот это вот, вот эта вот подсказка, это вот другое название. 695-644, это телефон. Наш в студии, отвечайте. И такая красивая, полезная во всех отношениях. Вот эта прекрасная шапочка, очень сильно себе тоже такая ухачевка. Есть у нас и такие классные новости, добрые. Пишет нам Юлия. У нее взошел кориандр. Нет, получается, кинза. Есть еще и кориандр, но вот это кинза на фотографии на подоконнике. Скоро Юлия будет всех домочадцев баловать вкусными какими-то салатиками с кинзой. Уже так все заманчиво, Юлия. Спасибо большое за хорошую такую вот новость. Ну а пока наши телезрители дозваниваются по телефону 695-644. Пытаются отгадать вот эти улицы и отобрать у меня шапку. Ну хотя бы одно, одно название. Я предлагаю посмотреть рубрику «Своими руками». Много полезных штучек, которые легко просто сделать и которые как-то нашу жизнь могут сделать. Украсить и облегчить. Доброе утро! С вами «Своими руками». Полезные советы, которые позволят по-новому взглянуть на самые обыкновенные вещи. Читать книги ночью – особая романтика. Чтобы свет не мешал домочадцам, можно сделать портативный светильник своими руками. Нам понадобится небольшой фонарик, прищепка и несколько резинок. Собираем наш гаджет вот таким образом. Теперь крепим прищепку к книге. Можно читать даже в самой темной комнате. Вы пытаетесь продеть нитку через мизерное игольное ушко, но раз за разом ничего не выходит. Знакомая проблема. Решить ее поможет кусочек бумаги. Отрежьте тонкую полоску и приложите к ней нитку. Можно продевать. Секрет в том, что бумага хорошо держит форму и при этом отлично гнется. Согласитесь, снять наклейку с новой покупки довольно сложно. Если просто сорвать ее, то на поверхности останется клей или же она просто порвется. Решить проблему поможет обыкновенный фен. Нагреваем феном этикетку около минуты. Осталось подцепить наклейку и медленно ее отклинить. Готово! На сегодня это все полезные советы. Помните, что даже самую сложную ситуацию можно решить, если проявить немного смекалки. Пока-пока! Продолжается наш прямой эфир. Просыпайтесь вместе с нами. Много полезного, интересного ждет вас сегодня в эфире. Мы-то с тобой проснулись давным-давно. Да. У нас уже полдня рабочего прошло. Итак, какими онлайн-покупками радуют себя россияне? Вот такой опрос провели, подсчитали, что в последнее время, когда вот каникулы, все как-то так дома сидят. И мы пытаемся не скрапливаться в магазинах по определенным причинам. Кто-то на карантине, кто-то как-то. В общем, что закупают россияне онлайн? Так. Стали закупать вещи для дома, для спорта, для саморазвития и хобби. Также в ходу игрушки. Вот почему это, мы чуть-чуть позже поговорим. А сейчас давайте послушаем телезрителя. Может быть, это правильный ответ. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас? Итак, как назывались эти улицы? Как сейчас называются эти улицы? Так, Красный Путь. Красный Путь – это Копцевичевская улица. Да, да, да. Герцена – это Бутырская. Здорово. А Думская? Это 10 лет октября. Шапка ваша. О, все. Вы победите. Я так немножко нехотя протягиваю к экрану. Цвет мой любимый как раз очень. Цвет любимый? Мой тоже. Мы с вами похожи в этом. Мы вас поздравляем. Ну, а далее у нас сюжет о том, как же, не покупая много игрушек, занять ребенка полезностями. 9 секунд и 15-летняя Маша установила новый личный рекорд. Спид-кубинком сбором знаменитой головоломки на время увлекалась в 7 классе. Тогда в руки попался кубик 3х3. Сегодня на таких малышах она тренируется. Расскажи, как его собирать и почему он такой? Я его не собираю, он у меня служит как подсказка для слепой сборки. То есть слепая сборка существует? Да, я умею собирать кубик 2х2 в слепую, и он мне как подсказку служит. Поклонники кубика Рубика по домам не сидят. Часто собираются вместе, чтобы соревнуясь друг с другом, улучшить личные результаты. Чтобы все были в равных условиях, кубики перед сборкой на время разбираются по одному алгоритму. А дальше все зависит от мастерства. Головоломка достаточно, казалось бы, простая, но заставляет поломать голову над ее решением. Это интересно людям, которые пытаются преодолеть какие-то трудности. В России пик популярности кубика Рубика пришелся на 80-е годы. Сутками его не выпускали из рук и взрослые, и дети. Советские учителя хватались за голову, кубики вертели даже на уроках. Преподаватели отбирали головоломки, а зря. Незамысловатая игрушка развивает логику, тренирует память и снимает стресс. И заблуждается тот, кто думает, что все кубики Рубика выглядят одинаково. Существуют кубики размеров 4х4, 5х5, 6х6 до 17х17. Существует такой кубик вживую. Так и разные формы, как Мегаминкс, Скьюб, Сквайр, Фишер Куб, Аксис Куб и так далее. Существуют и гибриды. Головоломки и сразу нескольких кубиков, варианты с тетраэдрами и другими формами. В сборке каждого свои секреты. Как вот этого гиганта собрать-то? А очень просто. Сначала собираешь в центре вот эти вот серединки. Вот видите? Вижу. Так, этот куб четный. Здесь присутствуют две непростых кубы. Вот одна из них. А вот такая. Я не заметила, как ты это сделал, даже моргнуть не успела. Так что для быстрого результата придется поломать голову, а лучше обратиться к науке. Задача сборки кубика Рубика – это математическая проблема. То есть, и она уже на самом деле достаточно давно решена. То есть, вот все вот эти штуковины, из которых кубик Рубик состоит, грани, вершины и так далее, это все переформулируется на математический лад. И уже работая с математическими объектами, вы можете про этот самый кубик Рубика что-то математически доказать. Собрать свой первый кубик никогда не поздно. К тому же, сообщество спидкуверов открыто для всех. Развивайте логику и расширяйте собственные горизонты. Ну вот по мне, это кубик Рубика – это одна растрата. Знаешь, по какой причине? По какой? Ну, потому что я очень нервный человек, и я никак не мог собрать этот кубик. И я три кубика выкинул в форточку со злостью. А он стоил не две копейки. Вот чем таким полезным занять ребенка на каникулах, в домашних условиях, из подручных материалов, сегодня расскажет руководитель одного из детских клубов Елена Назина. Доброе утро, Елена. Здравствуйте, Елена. Доброе утро. Ну, давайте будем делиться лайфхаками с мамочками, которые сейчас оказались на каникулах, один на один со своим ребенком, с его гаджетом, и не знают, как вот… И так просто они не могут сказать… Знаешь, дорогой мой сынуля, иди-ка ты куда-нибудь погуляй. Наоборот, наверное, говорят, давай посидим, книжку почитаем. У меня ребенок просто вот накануне дважды в лужу упал, там уже просто… Вот просто приходит, я уже боюсь ее отпускать, потому что все лужи, которые могли, мы уже измелили. И уже хочется как-то в теплых носках вот дома чем-то заняться. Ну, Наташа, ну, весна она и потому, и весна, что нужно кораблики пускать в ручьях, по лужам ходить. Для этого весна и придумала. Придумано. Ну, давай, давайте вернемся к этим… Итак, какие есть? Что касается теплых носков и луж, где хочется пускать кораблики, можно в теплых носках, в тазике, дома, конечно, тоже попускать все что угодно. Это идея. Главное, как замотивировать ребенка на то, чтобы он посидел дома в теплых носках, а не понесся по лужам, например, или не завис за компьютером. Для того, чтобы ребенок это захотел, родитель должен захотеть в первую очередь. Если в глазах родителей загорится тот огонек, это желание ребенка заинтересовать, ребенок заинтересуется и побежит за родителем на край света вообще и будет делать все что угодно. И даже читать книжку. Мои дети вчера за конфеты, за одну конфету, за страницу прочитали по 7 страниц вообще вот так просто в лед. Здорово. Сложили конфеты мини, вот эти конфетки самые простые, сложили в карманы, довольные, побежали дальше мерить лужи, высохнув. Я вижу, что вы пришли не с пустыми руками, у вас есть резиночки. Это, мне кажется, для девочек, ну, моего вот возраста, девочек, девчонок. Прям такой кладезь различных идей, потому что прыгали мы во дворе, играли в резиночки. Давайте прыгать. Вот, а какие игры вот сейчас современным детям интересны с резиночками? Современным детям интересны все те же игры, в которые мы играли в своем детстве. Просто современных детей, к сожалению, этому никто не учит. Ну, либо учат единицы. Мы летом вынесли вот эти простые резиночки, которые нашли дома, со своими, благо у меня двое детей есть с кем поиграть. Растянули эти резиночки, к нам присоединились даже бабушки. Потому что бабушки вспомнили, дети, это все быстро сарафаном радио разнеслось, дети с соседних дворок присоединились к нам играть. Получилась большая веселая компания. Один раз они поиграли со мной и с бабушками, на следующий день они сказали, мама, дай нам резиночки. Утащили и стали играть самостоятельно. То же самое произошло и с классиками. Нарисовали им классики, научили их бросать эти камешки, прыгать, и они начали играть сами. Просто нужно научить, те же самые казаки-разбойники. С резиночками можно еще и вот так играть, если кто помнит. Я, наверное, попытаюсь вспомнить. Это получается вот так берешь, крестят резиночки на руках. Ой, какие разные формы красивые получаются. Нет, разными. Давайте вы подержите, а я... А, ну давайте, я не все просто помню. Ну почти. Почти. Почему у меня ладошки не такие длинные? Ой, красота какая. В общем, много... Прямо башня Шухова. А, и мы вернулись в исходную позицию. На самом деле, очень увлекательно. То есть, получается, нужно ребенку показать. Научить, показать. Научить, показать. Потратить немножко на это время. Да, чтобы в дальнейшем он сам уже свое время знал, как занять. Они просто не знают, как занять свое время. Родители им пихают планшет, пульт от телевизора, и ребенок не знает, что дальше делать. Что делать с этой резиночкой. Даже если вы... Тупо сидит и пальцем тыкать пальцем. Да, да, да. Вот он же научился тупо сидеть, тыкать пальцем. Он научится, и резиночке просто, в принципе, тут особо-то не надо никаких мозгов умных. Просто показать пару движений, и все. Научить играть. Научить играть в те же прятки. Я наблюдаю из окна. У нас дети сейчас, каникулы, играют в прятки прекрасно. Толпой бегают. Туки, да. Просто нужно понять, куда бежать, как прятаться, и какие правила. Да, то есть объяснять правила все-таки нужно. Да, но на это нужно потратить сколько-то времени, конечно. Хотя бы один день поиграть с ними вместе, а дальше они уже поиграют. Ну, мотивашки, конечно, это какие-то сладости, конфеты, мультики. Ну, уровень сложности, мне кажется, это еще и заниматься образованием детей играющих. Вот как с этим справляетесь? Я знаю, что вы преподаете английский язык. Да, преподаем английский язык. И дети у вас, наверное, уже свободно разговаривают. Разговаривают, конечно. Любые игры можно превратить и в образовательные игры. То же самое игра, например, да, накопи себе конфеты-то, почитай мне одну страницу. Есть очень много разных игр, как головоломок, пазлов, игры с буквами, какие-то логические цепочки можно составлять. Просто в конце нужно обозначить какой-нибудь приз небольшой. Пятиклашки у нас на занятиях, когда учат английский язык, они мне отвечают список неправильных глаголов в лед, потому что я кладу сникерс тому, кто быстрее, там, по времени, предположим, назовет мне все 50 неправильных глаголов. То есть не считается ли это запрещенным приемом? Ну, вот как, там, ты мне, я тебе, нет? Все-таки это моя мотивация, да? Это не запрещенный прием, это мотивация, это кнутый пряник, не выучил домашку, нет тебе конфетки, выучил домашку, есть тебе конфетка. Так, можно и без сладкого же остаться. Да. Во что можно поиграть по утрам? Вот какая такая есть игра, которая... Чтобы проснуться, может быть, даже. Да, и вместо зарядки... Найди свой завтрак, да. Найди свой завтрак. Есть два места, где может быть завтрак. Это микроволновка и тритана кухонная. И тритана кухонная. Разбуди маму, да. Разбуди маму перед тем, как найти свой завтрак, да. Ну, утром, конечно же, это должна быть какая-то активная игра, это должна быть зарядка, чтобы разбудить не только себя, но и соседей. Это, конечно, например, будильник лучше завести на магнитоле, на какой-то, на магнитофоне, на телефоне с бодрой, веселой музыкой. И пока играет эта мелодия, ребенок должен успеть, например, одеться. Или сделать две, или сделать две мелодии, за которые ребенок должен одеться и умыться. И вот уже почистенными зубами стоит такой весь готовый. Устраивать, если двое детей, да, и больше, очень классно устраивать между ними конкурсы. Олимпийские игры. Олимпийские игры по одеванию колготок на скорости. Кто вперед. Да, то есть какой-то соревновательный момент нужно добавить. Но мальчишки-то любят соревноваться. Девчонки тоже. У меня две девчонки прекрасно соревнуются. Все кто вперед. Не только мальчишки. Вывод какой? Резюмируем, да? Мотивация. Обязательно соревновательный момент. Научить. Научить. Показать, потратить на это время, но потом уже это пойдет... Пожинать плоды. Да. Ну, в принципе, и образовательный момент. Нужно включать компонент вот какого-то... Игры должны быть обязательно полезными. Я согласна абсолютно. Игры должны быть полезными. Любая игра полезная. Какая-то образовательный момент, это не значит читать книги, выучить слова. Или там, не знаю, стихи цитировать и считать примеры. Образовательный момент это и развитие учебных способностей, развитие внимания, развитие мелкой моторики какой-то, развитие усидчивости, развитие активного перемещения, координации движения. Это все образовательный момент. В любой игре есть образовательный момент. Елена, спасибо за эту встречу, за этот интересный и полезный разговор. Сейчас давайте потренируем усидчивость наших телезрителей. Сейчас новостей смотрим, потом будем спрашивать, что вы там увидели. На 12-м канале «Час новостей» в студии Денис Жарков. Доброе утро. Райцентры станут ближе. Омская область получила 10 новых автобусов, проработающих на природном газе. Новые пазы будут возить пассажиров на регулярных межмуниципальных маршрутах, связывающих Омск с Кормиловкой, Крутинкой, Шербакулем, Нововаршавкой, Тюкалинском и другими районными центрами. Торжественная церемония вручения ключей от новой техники пройдет сегодня на автовокзале. Подробности расскажем в следующих выпусках «Час новостей». Сегодня день работника культуры. Профессиональный праздник людей творческих профессий, деятелей искусства, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия в стране отмечают с 2008 года. С праздником омских работников культуры поздравили губернатор Александр Бурков и председателя законодательного собрания Владимир Варнавский. Цитирую. Омск – город театральный, музыкальный, фестивальный. А в прошлом году с открытием многофункционального комплекса «Эрмитаж Сибирь» он стал одним из музейных центров страны. Сегодня региональные власти многое делают, чтобы создать условия для насыщенной культурной жизни на селе. В районах появились современные кинотеатры, ведется ремонт домов культуры, в школах искусств обновляются инструменты. Это лишь часть работы, запланированной в рамках нацпроекта «Культура». Всем, кто трудится на этом поприще, желаем неиссякаемой энергии и вдохновения для новых свершений. Конец цитаты. Омских ветеранов будут бесплатно обслуживать в парикмахерских. Речь об организациях, которые присоединились к проекту «Память жива». Акцию запустил Центр социальной поддержки к 75-й годовщине Великой Победы. Для участников боевых действий и тружеников тыла подготовили специальные сертификаты на услуги стилистов. Воспользоваться ими смогут и сироты войны. Предъявив документ в салоне, ветераны смогут сделать любую стрижку по своему усмотрению. Акция будет действовать до конца апреля. Ресурсоснабжающая организация рекомендует и мечам воздержаться от посещения офисов и передавать показания счетчиков дистанционно. Связано это с эпидемиологической ситуацией. Например, сообщить об объемах потребления воды, а мечи могут через сайт водоканала или с помощью самосообщения. А те, кто не дружит с новыми технологиями, могут просто позвонить по указанному в квитанции телефону. И продиктовать номер лицевого счета, номер расчетчиков и их показания. Из магазина сразу под кран, прямо в банке или упаковке. В Роскачестве посоветовали тщательно мыть с мылом купленные продукты. Делать это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Заодно россиян призвали мыть и кухонной поверхности, на которую выкладывали продукты. Как отмечается в сообщении ведомства, вероятность, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимальна, но перестраховаться не помешает. В России могут ввести новую методику расчета сумм компенсации морального вреда. Специальный калькулятор подготовила Ассоциация юристов страны. Идея проекта в том, чтобы дать судьям ориентиры для назначения справедливых компенсаций. Сегодня основная масса пострадавших получает за вред здоровью или потерю близкого от 50 до 200 тысяч рублей. Это почти в 5 раз ниже, чем в Израиле, и в 32 раза ниже, чем в Чехии. Если новая методика будет одобрена, суммы вырастут в разы. Например, за боли страдания, связанные с унижением человеческого достоинства, шоком и страхом за свою жизнь, базовую ставку предлагается установить в миллион рублей. А уже на нее потом начислять коэффициенты в зависимости от особенностей дела. Названы семь худших продуктов для сердца. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Центр сердечно-сосудистых заболеваний Барселоны. В частности, вредным врачи считают частое потребление красного мяса. В небольших количествах его можно себе позволить не чаще трех раз в неделю. Также стоит поменьше есть сливочного масла и не использовать его при жарке. А вот от магазинной выпечки и готовой пиццы из супермаркетов следует отказаться вовсе. В них огромное количество трансжиров. Кроме того, осторожнее надо быть солью, алкоголем, сладкими, энергетическими и газированными напитками. Залогом здоровья испанские кардиологи считают средиземноморскую диету и ежедневные физические упражнения. И последнее. Амичам пообещали теплое весну и лето. Гидромедцентр России сообщает, средняя температура воздуха с апреля по сентябрь во всей стране ожидается в пределах нормы или немного выше. Так, к теплому апрелю следует готовиться жителям северо-запада России, Урала и Сибири. Жарче обычного будет и в европейской части. Теплый май ждет столицу, центральную Россию, Забайкалье, Амурскую область и Якутию. А в июне погода особенно порадует уральцев и сибиряков. Июля-август прогнозируют синоптики будут в пределах климатической нормы. О событиях дня расскажем в следующих выпусках «Часа новостей». Оставайтесь с нами и доброго вам утра. Привет! Доброе утро! Вас приветствует Андрей Крылов. Наталья Змага. Сегодня 25 марта на календаре среда и отмечается День работника культуры. Всех с праздником! У нас уже очень много поздравлений на WhatsApp, поэтому так это долго не затягивая, предлагаю сейчас рассказать коротко, что же ждет в ближайшие 30 минут и уже... Перейти к поздравлениям. Смарта ставим смарт в цели. Конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные, определенные во времени. Как сказку сделать былью, научит Анастасия Варени в рубрике «Рабочий настрой». Отдай свою душу и исповедь неполноценного человека. И риф о киноновинках, ужастиках, аниме, боевиках и мультиках расскажет Роман Винс. Не пропустите новый вопрос от нашего ведущего рубрики о кино. Прогуляться по Парижскому Лувру, не покидая Омска, можно. Но сначала лесбар Мбаро расскажет о том, какая же погода будет в Омске. А позже ждите сюжет Екатерины Буличевской. Веселое надувательство. День отправки весточек в весне на воздушном шарике. Отметим с гостем студии. Сегодня еще, да, действительно такой необычный праздник. День отправки в весне весточки на воздушном шарике. Никогда не отправлял, но сегодня обязательно попробую. Будем ждать какого-то гостя, такого невероятного, который научит нас правильно надувать шарики и сделать из этого настоящий праздник. Праздник День работника культуры мы продолжаем отмечать вместе с вами. Очень много поздравлений пришло к нам на WhatsApp. Поздравляю всех своих коллег с нашим профессиональным праздником, пишет нам сражена Вера Владимировна. Особенно весь коллектив муниципального ансамбля танца «Иртыш». Спасибо вам за сохранение народных традиций, за ваш задор и любовь к своему телу. Вот такая фотография, видимо, с выступления Масленичного. Есть еще от Сергея Миллера приветик в Калачинск отправляется. Дорогие ведущие, поздравьте, пожалуйста, коллектив межпоселенческого культурно-досугового центра города Калачинска. Пожелать им хочу творческих успехов. После университета он там проработал три года. Кстати, вот я после университета тоже работала в Калачинске, правда, три месяца в Центре детского творчества. Вела там кружок театральный. И тоже всем передаю. ЦДТ Калачинск. Ну, такой веселый коллектив. У нас вообще населили люди добрые, душевные. Да, конечно, да. Не то, что мы зануды. Вот, есть еще всякие приветы, куча просто. Обязательно все зачитаем. Но для начала нужно настроиться на рабочий лад. Настраиваемся. Доброе утро. Часто, когда мы ставим перед собой цели, мы не обращаем внимания на формулировки. Ну, вроде знаем, к чему стремиться, и хорошо. Но ничего не происходит. Чтобы был результат сегодня, я расскажу о методике постановки задач по СМАРТ. Что же такое СМАРТ? Аббревиатура из английских букв СМАРТ. Ставит каждой букве в соответствии одной из требований оценки цели. С – конкретная. М – измеримая. А – достижимая. Р – реалистичная. Т – определенная во времени. Давайте на примере. Цель съездить в отпуск – это неправильно сформулированная цель. Вот как надо. Я хочу съездить в Париж на 10 дней в апартаменты в период своего отпуска на деньги, накопленные в течение года в августе 2020-го. Чувствуете разницу? Во втором варианте есть конкретика и четкое понимание того, как ее достичь. Когда ваша цель прописана по пяти критериям, у нее больше шансов быть достигнутой. Если прописаны СМАРТ-цели, вы имеете четкое направление действий. Вы будете тратить меньше времени на выполнение непродуктивных действий. Если перед вами поставлена большая цель, то она станет для вас инструментом мотивации. Например, для расширения своего влияния вам требуется увеличить охват аудитории. Значит, вы четко понимаете, что для этого вам нужно выходить на сцену, на конференциях, писать интересные посты для соцсетей и записывать регулярные сторис для своих подписчиков. Умение ставить СМАРТ-цели помогает не только в бизнесе. Эту концепцию постановки задач используют и обычные люди для личных целей. У вас же есть цели? Попробуйте прописать их по СМАРТ-методике, и вы точно увидите результат. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И весь Тюкалинск поздравили с профессиональным праздником от работников культуры. Спасибо вам большое. Ой, в Тюкалинске много интересного, что связано с культурой. Да, я хотела, знаете, вот еще у нас позитивные новости продолжают приходить. Про свою внучку пишет телезрительница. Здравствуйте, моя внучка Маруся закончила рисовать картину. Но это просто шедевр, на мой взгляд. Это прекрасные лошади. Я не знаю, это великолепно. Сделано это с любовью про любовь. Вот я как человек, который умеет палка-палка огуречек рисовать. Для меня это вот на самом деле вот как из третий ковки примерно. Я с тобой согласен. Есть еще очень много приветов. Хочу поздравить дорогую тещу с днем рождения, Людмилу Петровну. Крепкого здоровья. Зять Александр поздравляет. Есть еще с днем работника культуры. Поздравление директора Дома культуры села Калинина Омской области Корнилову Валентину. От Степановой Анжелики поздравляю. Очень много летят приветы просто со скоростью, я не знаю, света. Про хорошее настроение пишут. Лучший совет для всех по утрам. Это проснулся, мир улыбнулся и жизнь удалась. Вот ты знаешь, что, Наташа, для меня просто это удивление, то что работники культуры поздравляют работников культуры или люди, которые связаны, так или иначе, с культурой поздравляют работников культуры. Вот так. Раннее утро для них. Они же все совы. Как они умудрились проснуться. Вот это для меня просто открытие, настоящее открытие. Ну, так же, как ведущие нашей рубрики о кино, Роман Винс, он тоже отчасти сова, но всегда встает по утрам и ходит в кино, чтобы посмотреть первым киноновинки. А о том, какие же фильмы ждут на этой неделе телезрителей, расскажет прямо сейчас. Доброе утро, дорогой зритель. Кто ходит в кинотеатры по утрам, тот поступает мудро, а еще днем, вечером и даже на ночные сеансы. Меня зовут Роман Винс, и это рубрика О кино. Бладшот, Человек-невидимка, номер один Энси и многие другие фильмы для любителей острых ощущений уже в кино. Но среди новинок для любителей погорячее, пожестче есть одна новинка – фильм ужасов. Отдай свою душу. Сегодня сказали, что место, куда мы переехали, обладает древней силой. И некоторые люди здесь могут общаться с мертвыми. Только шаманы. Это просто суеверие, Мария. Я могла бы увидеться с мамой и папой. Не говори о таком на ночь глядя, а то еще кошмар ислезти будет. Что случилось? Во дворе что-то есть. Что-то жуткое. Вам этого не остановить. Цепляет фильмец. А знаете, что еще цепляет? Новый крутой фантастический аниме-боевик 18+. Исповедь неполноценного человека. Наши тела вживлены нано-машины, которые ими управляют. Эх ты! А я все на нервы извелась! Прекрати! Меня это не касается! Конец миру, что мы знаем. Победа будет наша! Остается только идти вперед! Смейся. Пришло время людям вернуть то, что делает их людьми. Наше будущее. Я буду ждать. И у меня хорошие новости. Совсем скоро весенние каникулы. А в кинотеатрах очень-очень много мультфильмов. К примеру, продолжается прокат мультика «Вверх». Продолжается прокат мультика «Тролли. Мировой тур». И уже скоро на экранах новый мультфильм. «Ривы. Новые приключения». Я приплыл, потому что беспокоюсь за наш риф. Я никогда еще не видел таких черных капель. Я знаю, что это такое. Правда? Это чернила черного чудища. Это опасно. Там живут рыбы, которые злопают вас при первой возможности. Нас ждет работа. Смываемся! Если Алекс так сказал, значит, нужно попробовать. Но ведь это же мой долг. Я обязан помочь. Я очень-очень люблю смотреть кино и вам рекомендую. И готов вам с этим помочь. У меня есть очень-очень много пригласительных, которыми я готов поделиться. Но для этого надо правильно ответить на мои вопросы. Назовите фильм, в котором Крис Пайн с компанией пытается покинуть зараженную территорию. И еще одна хорошая новость. Дорогие друзья, в кино ходить можно и нужно. Кинотеатры проводят профилактические меры, чтобы вы могли спокойно смотреть любимые фильмы. Качественники, качественники. Хорошо, когда есть что смотреть. Дорогие друзья, с вами был Роман Винс. Это рубрика О Кино. До следующей недели. Пока. Придущее, поздравляю. Спасибо большое. У вас такой замечательный, задорный голос, который, мне кажется, разбудил уже всех точно телезрителей. Спасибо вам за звонок. Спасибо, Лидия Алексеевна. Приветы у нас еще летят. Следующий озвучит Андрей Юрьевич. Да. Отправляется этот привет в Тюкалу. Владимира Захарова поздравляет с Днем работника культуры, режиссер сегодняшнего нашего утра. Эфира, Антон Шастин. Владимир Захаров, привет, наверное, от очень хорошего друга, от Антона Шастина, вам. Есть еще поздравления для Павлоградского района. Поздравляю всех работников культуры Павлоградского района. Творческих успехов и процветаний. К сожалению, без подписи, но я думаю, что страна знает всех своих героев. Есть еще поздравления от Гусевой Галины. Всех с Днем работника культуры, всех музыкантов и сотрудников Омской филармонии. Кстати, наши тоже большие друзья. Огромное спасибо за создание в Омске большого культурного пространства, за то, что делает Амичей причастными к высотам мировой культуры, здоровья, любви и успехов в работе. Поздравляем. Вот. Ну, хочется еще подарки подарить. У нас есть замечательная кружка, наше утро с логотипами. Но не просто так мы дарим подарки. Вы должны ответить на вопрос, который связан с нашим любимым городом Омском. Итак, 24 марта 1918 года в Омске создано кооперативное товарищество «Сельский работник». В дальнейшем и в нынешнем это... Вот и назовите, что это за предприятие, находится на Красном пути. Предприятие производило, внимание, сельскохозяйственные машины и инвентарь. Это такая подсказка. 695-644, телефон прямого эфира. А сейчас, пока вы дозваниваетесь, предлагаю посмотреть очень важную полезную рубрику. Лизбан Баро расскажет о погоде. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре 25 марта среда. И, как говорят в народе, среда – это маленькая пятница. Но я пятницу могу устроить себе всегда, просто танцуя и получая удовольствие. И хочу предложить вам совести полезную привычку – танцевать. Ведь если войдет его вкус, то будете танцевать всегда и везде, как только заиграет ваша любимая песня. И сегодня я вам расскажу об одном направлении родом из Африки. И это сразу после прогноза погоды. В Омске в среду будет ясно. Днем воздух прогреется до 0 градусов. Ночью температура опустится до минус 6. В Таре днем тоже около 0. Ночью похолодает до минус 5. Облачно и с произведением. В Калачинске малооблачно. Ночью минус 7. Даже произносится холодно. Вы там держитесь. Саду днем всего минус 1. В Чарляке днем около 0. А в ночные часы минус 6. Солнце погажется, но ненадолго. Сегодня поговорим о таком направлении, как кудуру. Данный стиль родом из санголы. Музыкальная кудура начала формироваться в конце 80-х годов. Путем смещения традиционной перкурсии, звука, англайском сэмбе, при этом испытывая на себе влияние к англайскому табулу и европейского хаоса и техно. Такая музыка называлась бат-ида и отличалась высоким темпом 130-140 ударов и речевками. С танцевальной точки зрения для кудуру характерно наличие степов. Чаще всего соответственно музыкальному треку. Очень быстрый футбор, который совсем не обязательно танцует в бит. А также абсолютно неподражаема актерская подача и подоксомашисты. Танец – это способ достичь красоты. Владеть каждым мускулом и направить его к часу. Танцуете и вот ты часы. С вами был Майс Лизлан Баро. Пока-пока. Продолжается наш эфир поздравительный. Будем говорить так. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звать величать? Елена. Елена, с чем пожаловали в прямой эфир? Я хочу сказать, что на предприятии на Красном Пути у нас. Ну, давайте. Это сегзавод. Правильно. И это правильный ответ. Замечательная кружка отправляется вам. Спасибо за звонок, за знание истории нашего любимого города Омска. Поздравляем. Да, действительно, так и хочется запустить сейчас фейерверк воздушных шариков. Вашу честь, Елена. И поможет нам в этом сегодняшняя наша гостья Виктория Удот, руководитель детских игровых комнат и профессиональный аниматор. Доброе утро. Здравствуйте, Виктория. Сегодня, да, 25 марта отмечается необычный такой праздник. День отправки весточки весне на воздушном шарике. Так что у вас тоже профессиональный праздник отчасти. Воздушные шарики – это всегда праздник. Ассоциация с чем-то таким волшебным. Когда маленькие ребятишки, особенно вот такого возраста, наверное, до двух лет, видят, как это вообще возможно, как этот воздушный шарик отправляется в небо, ну, то что-то невероятное. Также на выпускных, да, используются длини рождения. Расскажите, пожалуйста, что новенького в этой индустрии, чем порадовать детей? Ну, не знаю, насколько новенькое, но детей порадовать можно. Да не только детей, вот вам подарочек, держите. Светочек. Да, знаете, шарики вообще очень универсальная вещь. Помимо того, что можно делать разные фигурки, подарки, я часто использую их в повседневной жизни. Например, такие шарики для моделирования часто являются моей резинкой для волос. Очень удобно. А как? Так научите. Завязываем. То есть просто? Да, то есть это чаще всего на детских праздниках, это моя резинка. Когда под рукой нет обычных, я делаю шариков. Запоминайте вас так. Я один раз, что называется, на спор надул вот такой шарик без насоса. Вот такой? Да. Сколько раз не пробовала, никогда не получалось. А есть один секрет. Это только насосом. Я сейчас покажу. Смотрите, вот так вот делается. Шли годы. Потом вот так вот. И растягивается вот эта вот часть. Понимаете? Вот этот весь перемещается вот сюда, и потом вот так вот руками появляется первый шарик. Ну, возможно, это шарики у меня очень плотные, потому что, например, такие маленькие, с помощью них я делаю шар-сюрприз, все мои коллеги делают с помощью насоса. Потому что надуть его... Вот так может не каждый. Ну, например, можем проверить, как у вас быстро получится с таким шариком. Соревнования, соревнования. Вы маленькие, мы соревновательные. А я пока надуя. Внимание! На старт. Подождите, подождите. Ну, нам насос еще не подготовили. Внимание, марш. Ну, все-таки вышло. Но, мне кажется, у меня получилось быстрее. Подождите, пожалуйста, скорую вызовем. Доктора. Доктора. А, я надуваю их в любом количестве очень быстро. Ну, смотрите, вот шарик-сосиска. Ага, шарик-сосиска. Что можно с нее сделать? Собачку, жирафика, зайка, цветочек, меч. Ну, меч, что, мне кажется... Жирафика. Жирафика. Ну, я не знаю, как это делают профессиональные мастеры твистинга на детских праздниках. Это твистинг называется, да? Да, это называется твистинг. На детских праздниках я делаю. Вот так. Длинная шея, хвостик. Примерно так выглядит. Точно, жирало. Скажите, сколько раз надо крутить, чтобы закрепить? Два раза достаточно. Но главное начинать всегда с... Не перетянуть. Пипочки. Узелка. Именно где узелок. Хвостика. Чтобы весь воздух уходил в оставшуюся ненадутую часть шарика. И шарик не лопался. Сардельки можно еще, да, скрутить? Сардельки, они должны как-то держаться. Если мы просто их скрутим, они раскрутятся, если их никак не забыли. Вы сказали, что какой-то шар с сюрпризом. Шар с сюрпризом. Что это за? На детских праздниках я беру вот такой большой шарик. Наполняем мы его конфетти. Там у меня уже видно сердечки. Наполняем большими конфетами. И берем маленькие шарики. В них я также прячу конфетки. Ну и друг в друге надувая, получается большой шар-сюрприз. В принципе, можно использовать не только на детских праздниках, но и для подарка для взрослого человека. Что я попытаюсь показать сегодня. Ну давайте. Например, в маленькие шарики можно нарезать маленькие бумажечки, написать на них какие-то пожелания, засунуть. А в большой можно сложить денюжки. Сколько вам не жалко. Например, вот так. Я вот сегодня со стопочкой денег. Но какие вы будете трить своим друзьям, не знаю. Ну и что мы делаем? Мы берем маленький шарик, вставляем в большой. То есть самый главный секрет – маленький шарик в большом. Да, то есть мы сначала надуваем большой. Вон в большом у меня конфетка, конфетти и денюжки. А затем уже в большом надуваем маленький. Вот такой сюрприз. И так мы делаем до бесконечности много. У меня в среднем входит шариков 17 маленьких в такой. Ну, насосом делать мне это не особо удобно. Обычно я делаю это без насоса с помощью своего дыхания. И легкие тренируются таким образом, да? Ну, думаю, да. Ну, потому что я шарики могу дольше всех надувать. То есть в марафон, в принципе, вы легко пробежите. Ну, там уже зависит еще от ног. Да, а в плане дыхания – да. В школе, например, я всегда любила длинные дистанции. Ясно. А, то есть еще один шарик. Красота-то какая. Да, то есть, ну, их проходит там прям много. Ну, давайте еще парочку. Мне кажется, что отчасти это прототип мексиканской пиньяты, да? Да, да. То есть дети также разбивают его мечом. На мече у нас там остренькая штучка. Разлетаются конфеты, и они собираются. Ну, если в пиньяте там не видно, что внутри, то здесь как бы вот это заманчивый такой момент, когда ты хочешь поскорее вот это все вытащить уже. А я-то у меня ассоциация не с пиантой, не знаю. Пиата. А вот. А с матрешкой. Матрешкой? Да. Ну, в общем, самое главное – это сюрприз, который ждет внутри, да? И как разбиваем, будем сейчас разбивать? Ну, давайте, да, еще немножко подуй, а пока я дую, могу предложить вам надуть себе большие, и я затем научу вас делать собачку. А, ну, давайте. Давайте. Надувайте. Чтобы уметь было вот это все. Там, на самом деле, все просто. На праздниках у меня дети всегда очень просят, а можно мы надуем? Я обычно не даю, потому что мне самой нравится. Андрей Юрьевич, просто дуйте, вы же любите. Вот в эту? Вообще, воздушные шарики – это все-таки про детей или взрослые тоже обожают? Я веду взрослые мероприятия. Глядя на нас с тобой, конечно, это для взрослых. Наташа, вот ты понимаешь, в детстве там встали. Там-то всего-то ничего. Мы же, мол, у вас не выходят, что-то так. Никак-то не срастается у меня. Я веду взрослые мероприятия, но там я никогда шарики не использую. Ну, или в крайне редких случаях, когда это затрагивает какую-то тематику. То есть, ну, я считаю, все-таки это для деток. Взрослые могут подурачиться, ну, например, вместе с детьми. Ой, все, не получается у меня ничего. Ой, да нормально. Смотри, какая грушенька получилась. Мне надо еще руки подкачать. У вас, как хорошо получается. Ну, вроде как надули, да? И получается, подвешивать как это все? Если есть куда подвешивать, я привязываю. Если нет, я все-таки выше детей на празднике обычно. То я держу в своей руке, а они лопают. Будем лопать? Нет. Почему? Ну, пусть красота. Надолопну. Ну, да ладно, уговай. Ну, тогда давайте я его просто надую в большие, у нас будет там мало шарика. Вы не хотите, не лопайте. Я не люблю, когда гром и молния. А чем обычно лопают? У меня на работе меч. Меч. Либо, сейчас представим, что вы тот самый ребенок на празднике, тот самый именинный, у которого день рождения. У нас, смотрите, оружие журналиста, ручка. Я уже присмотрела то, что буду лопать ручкой. Уже достаточно надувать, я думаю. Мы не будем делать верхушку. Не надо верхушку. Давайте, вот, наверное, в центр нашего. Ну, вам же нужно чем-то лопать. Подождите. У нас тут ручка. Ручка есть. А есть у вас что-то еще? Нет же. Мы не успеем, иначе, новости показать прямо в эфире. Если у нас будет меч-кладенец еще. Смотрите, я вот пять минут дула. Тут человек, вот, три секунды на дом. Вот вам меч. Ага, хорошо. У меня тогда меч, а у вас перо журналиста. Да, обычно ручка незаметна для детей. И вот именинный, это на празднике. Чувствую себя Данитом Капельфиндом. Новости. Спасибо. Всех из Европатиков культуры. Уходим на новости. На 12-м канале час новостей. В студии Денис Жарков. Доброе утро. Райцентры станут ближе. Омская область получила 10 новых автобусов, проработающих на природном газе. Новые пазы будут возить пассажиров на регулярных межмуниципальных маршрутах, связывающих Омск с Кормиловкой, Крутинкой, Шербакулем, Нововаршавкой, Тюкалинском и другими районными центрами. Торжественная церемония вручения ключей от новой техники. Пройдет сегодня на автовокзале. Подробности расскажем в следующих выпусках часа новостей. На юге региона начинают строить первую солнечную электростанцию. Объект должны сдать до конца года. Проекты для Омской области уникальны. Благодаря ему нагрузка на традиционные генераторы электричества существенно снизится. По словам экспертов, станция будет вырабатывать колоссальное количество энергии. Ее мощность 30 мегаватт. При этом негативное влияние на атмосферу уменьшится. Солнце – самый экологичный источник электричества. И в Омской области она светит больше 300 дней в году. Подобная электростанция уже действует на Омском нефтезаводе. Она снабжает энергией все административные помещения. Абитуриентам из районов области предлагают льготное поступление. В Национальном исследовательском университете Высшая школа экономики стартовал проект «Социальный лифт». Его цель – поддержать молодежь, которая в силу жизненных обстоятельств не может поступить в вузы. Для зачисления на бюджетные места не хватает баллов, а на оплатный денег. Проект поможет получить высшее образование за счет университета в Московском, Санкт-Петербургском или Нижегородском кампусе. Приоритетное право у инвалидов и сирот. Участниками могут стать и дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также проживающие в труднодоступных районах и многородах. Преем заявлений продлится до середины апреля. Подробная информация о проекте «Социальный лифт» на сайте университета. Стоимость услуг ЖКХ в регионах рассчитают по-новому. Теперь губернаторы по согласованию с Минстроем будут сами выбирать систему оплаты коммунальных ресурсов в многоэтажках. Законопроект планируют внести в Госдуму в сентябре. Он направлен на снижение стоимости и повышение качества услуг. После нововведения субъекты смогут применять вариативную систему оплаты за содержание общего имущества подъездов, лифтов, дворов, домофонов или подвалов. Сейчас расчеты проводятся по единой схеме, утвержденной в 2017 году. Размер платы устанавливают ресурсники и коммунальщики без согласования с Минстроем. В России предложили возвращать полную стоимость авиабилета, если в принимающей стране произошла чрезвычайная ситуация. С такой инициативой в Минтранции и Госдуму обратилось Общероссийское объединение пассажиров. Изменения предлагают внести в Воздушный кодекс России. Сейчас получить деньги назад можно в случае, если произошла значительная задержка вылета по вине авиакомпании или при болезни, подтвержденной документально. Предложение расширит этот перечень. Так, из-за эпидемии коронавируса пассажиры не могли сдать билеты за полную стоимость, пока не было закрыто воздушное сообщение. И были вынуждены или рисковать здоровьем, или потерять деньги. Авиаперевозчики уже высказались против инициативы. В условиях массовой отмены рейсов она грозит неподъемными убытками. В России могут ввести новую методику расчета сумм компенсации морального вреда. Специальный калькулятор подготовила Ассоциация юристов страны. Идея проекта в том, чтобы дать судьям ориентиры для назначения справедливых компенсаций. Сегодня основная масса пострадавших получает за вред здоровью или потерю близкого от 50 до 200 тысяч рублей. Это почти в 5 раз ниже, чем в Израиле и в 32 раза ниже, чем в Чехии. Если новая методика будет одобрена, суммы вырастут в разы. Например, за боли страдания, связанные с унижением человеческого достоинства, шоком и страхом за свою жизнь, базовую ставку предлагается установить в миллион рублей, а уже на неё потом начислять коэффициенты в зависимости от особенностей дела. И последнее. А мечам пообещали тёплые весну и лето. Гидромедцентр России сообщает, средняя температура воздуха с апреля по сентябрь во всей стране ожидается в пределах нормы или немного выше. Так, к тёплому апрелю следует готовиться жителям северо-запада России, Урала и Сибири. Жарче обычного будет и в европейской части. Тёплый май ждёт столицу, центральную Россию, Забайкалье, Амурскую область и Якутию. А в июне погода особенно порадует уральцев и сибиряков. Июля-август, прогнозируют синоптики, будут в пределах климатической нормы. О событиях дня расскажем в следующих выпусках Часа новостей. Оставайтесь с нами и доброго вам утра. Мы с Наташей присоединяемся к пожеланиям доброго утра нашего коллеги Дениса Жаркова. Всем привет, кто только что к нам присоединился. Буквально полчасика остаётся нашего эфира, но от этого он не менее насыщен, будет всякими событиями, полезностями и интересными фактами. Вот об этом прямо сейчас и предлагаю поговорить. Хлеба и зрелищ требуют наши сердца. И то и другое представим рубрики «Сделано в Омске». Заодно расскажем, что означает выражение «преломить хлеб». Уюрный дом – прочный дом. Какую пропитку и каким образом использовать для обновления дачного жилья расскажут специалисты. Как смастерить портативный светильник? Без труда вдеть нинтку в иголку и очистить от наклейки новую вещь Анастасия Евдокимова покажет своими руками. В пути дороги русская живописи графика 19-го начала 20-го века и собрание Ярославского художественного музея. О новой выставке центра «Ирмитаж Сибирь» расскажут гости. И, и, и... Что называется «С места в карьер»? Наши телезрители звонят к нам в студию сегодня, не переставая, по телефону 695-644. Принимаем звонок. Алло, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, дорогие ведущие. Здрасте. Меня зовут Татьяна Юрьевна Болкова. Да-да. Я участник народного хора «Русская песня». Наш коллектив существует в нашем городе уже более 42-х лет. И, да, руководитель нашим замечательным коллективом Бежуров Сергей Федорович. Поздравляйте, коллег, с работником... С праздником. Да? С профессиональным праздником. Да-да-да. С праздником профессиональным. Пожелать здоровья, любви, счастья, удачи, благополучия и оптимизма. Скажите, а какая у вас песня с утром ассоциируется? Вот какую вы могли бы сейчас вот нам на день задать песню? Ой, чтобы меня прям расслабили. А мы такие. Татьяна, мы такие. Зачем есть такая песня? Умывает красно солнышко, Руки теплые в рассвет. И Россия, как Аленушка. Да ничего страшного. Спасибо за поздравление, Татьяна. Спасибо большое. Меня даже на слезу, если честно, пробило. Вот роса, слеза. Прям вот от всей души спасибо большое. Мы продолжаем передавать ваши поздравления сегодня. Есть у нас и позитивная информация, которую мы нашли на просторах сайтов различных лент новостейных. Вот, например, омская школьница обнаружила мутацию в гене. Она стала призером Олимпиады национальной технологической инициативы по профилю геномное редактирование. Организаторы вот этой Олимпиады национальной технологической инициативы подвели недавно итоги. И призером стала действительно ученица биокванториума детского технопарка кванториум Полина Малышкина. Мы поздравляем Полиночку, большая умничка. И мне кажется, вот за такими юными учеными наше будущее прям душа радуется. Вот, знаете, у меня есть подружка Малышкина, Александра, и вот у нее дочку Полина зовут. Я теперь задумалась, не Полина ли Малышкина это? Не дочка ли это моей подружке? Надо позвонить сегодня обязательно. Да. Ну, а мы вам сейчас расскажем о здоровом питании, о том, что является головой. Хлеб всему голова. Если верить иероглифам и рисункам древних египтян, они выпекали до полусотни видов хлеба. Для них хлеб и солнце были настолько равнозначны, что даже обозначались одним символом. По сути, хлеб – это здоровый продукт, проверенный временем. Для приготовления одного из самых древних сортов – цельнозернового. Немного-то и нужно – мука, вода, соль и закваска. После очистки от сора и пыли пекарь засыпает зерно в мельницу, где оно превращается в муку грубого помола. Муку нужно просеять, чтобы она была пышной и воздушной. Поскольку при изготовлении цельнозернового хлеба используется все содержимое зерна, то и все его компоненты – минералы, ферменты, аминокислоты, чистые углеводы – перекочевывают в буханку. Для теста нужно предварительно, часов за 8 до замеса, приготовить закваску или опару. Молочно-кислые бактерии начинают сами работать. Конечно, она выводится некоторое время, не сразу она получается. Но вот то, что уже получилось, стартовая закваска, я ее беру и добавляю в тесто. Все нехитрые составляющие отправляются в планетарный тестомес, действие которого устроено по принципу движения планет вокруг Солнца. 10 минут – и тесто готово. Теперь ему нужно прийти в себя, привыкнуть к новому состоянию. Формы для выпечки нужно смазать растительным маслом. На дно для вкуса, пользы и красоты можно насыпать семена кунжута и подсолнечника. Потом берем это тесто, делим на булки, сколько нам нужно, и закладываем в форму. Два часа тесто настаивается в этих формах. Есть время затопить печь березовыми дровами и разогреть ее до 200 градусов, а затем отправить тесто в хлебную камеру на час. Вообще, пекарю нужно запастись терпением, потому что после каждого активного действия наступает период ожидания. Хлеб из печи должен остыть, дойти, высохнуть, а уж потом его можно преломить. Кстати, преломить хлеб – это выражение древнее, как сам хлеб. Означает оно – разделить с кем-либо трапезу, преодолеть барьер в общении. Наш эфир продолжается, и сегодня, 25 марта, в День работников культуры, мы принимаем поздравления, в том числе и по телефону. Есть звонок. Здравствуйте, представьтесь. Я хочу поздравить вас, всю студию и всех с этим днем, кто причастен к этому. И хочу поздравить хор Содружества. Хору Содружества Кировского округа исполняется 20 лет в этом году. И я хочу поздравить руководителя, Завьялова Алексея Петровича. Он написал, если хотите, я напою гимн об Омске. Пойте. Коротко давайте. Давайте. Город Томск, любимый город, детских лет всем нам дорог. Пусть поет моя душа на просторах Иртыша. Спасибо большое. Спасибо, здорово. А вас-то как зовут? Кто вы? Вас-то как зовут? Лидия Алексеевна Боганец. Лидия Алексеевна, спасибо большое за замечательную песню, за вот это настроение шикарное. Простые слова, казалось бы, вот как поднимают настроение. На просторах Иртыша. Смотрим в планшет. Там должно быть что-то. Смотрим в планшет, да. Здесь поздравления от Смоляковой Татьяны Ивановны. Здравствуйте. Хочу поздравить работников культуры Одесского муниципального района. Пожелать здоровья, творческих успехов. Работница культуры, а теперь пенсионер. Мне кажется, что бывших работников культуры не бывает. Даже на пенсии. Да, даже на пенсии. Все равно человек несет вот это добро, этот позитив в массы. Есть еще пожелания всех с добрым утром. Желаю всем отличного настроения. Весь день, чтобы прошел на позитиве. И вот нам еще тоже желают всего хорошего. Замечательно. Ведущие пишут. Мы не сомневаемся в этом. От себя не похвалишь, никто не похватит. Мы переходим на полезную во всех отношениях рубрику, потому что не за горами уже у нас и дачный сезон. И надо все-таки первым делом, когда туда прийти, приехать, осмотреть дом. Все ли в нем хорошо. Те советы, которые вы услышите прямо сейчас, они очень важны, а самое главное полезны. Доброе утро. Наступает весенний сезон, когда мы готовим свои дачные участки и загородные дома к обновленному внешнему виду. Мы сегодня поговорим про пропитки, какие могут быть и чем их лучше нанести. При выборе пропитки следует обратить внимание на значки и информацию на самой банке. Они нам подскажут о сроке защиты, о цвете, о расходе и запахом или без запаха данная пропитка. Пропитку на новую древесину необходимо наносить в 2-3 слоя. От этого зависит срок защиты поверхности и интенсивность цвета. Если ваши задумки предполагают необычный цвет, то можно воспользоваться колеровкой прозрачной пропитки. Для пропитки мы берем хорошую кисть с мягким ворсом, наносим в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 1 час минимум вдоль волокон. Древесина, покрытая пропиткой, прослужит вам дольше. Всем пока! Продолжаем мы принимать еще и положительные, хорошие новости от вас, дорогие наши телезрители. Делитесь с нами в WhatsApp, пишите, у нас есть специальный пост в нашей группе ВКонтакте, наше утро, если кто-то еще не подписался, обязательно подписывайтесь. И там под постом есть комментарии, туда можно все вот это вот закидывать, а мы будем читать это все. Есть у нас сообщение от Татьяны по поводу позитивных, хороших новостей. Вчера она побывала на чемпионате по парикмахерскому искусству и столько весенней красоты увидела, что ни сказки сказать, ни пером описать. Вот действительно, настоящее произведение искусства на волосах, замечательные цветы, расцветает. И вот такой еще лук, образ такой, мне кажется, роковой, красавицы. Ну, весна красна, я бы назвала этот образ. Может быть, конечно, автор всего... Как-то по-другому, по-другим девизам выступал. Ну вот весна красна, мне кажется, вот подошло. Вот не будем оставлять весеннюю тему. И перейдем. Ее продолжит Лизбан Баро, который расскажет о весеннем погоде. Доброе утро, дорогие друзья. На календаре 25 марта – среда. И, как говорят в народе, среда – это маленькая пятница. Но я пятницу могу устроить себе всегда, просто танцуя и получая удовольствие. И хочу предложить вам совести полезную привычку – танцевать. Ведь если вы войдете во вкус, то будете танцевать всегда и везде, как только заиграет ваша любимая песня. И сегодня я вам расскажу об одном направлении родом из Африки. И это сразу после прогноза погоды. В Омске в среду будет ясно. Днем воздух прогреется до нуля градусов. Ночью температура опустится до минус шести. В Таре днем тоже около нуля. Ночью похолодает до минус пяти. Облачно. И с произведением. В Калачинске малооблачно. Ночью минус семь. Звз. Даже произносится холодно. Вы там держитесь. Саду днем всего минус один. В Чарляке днем около нуля. А в ночные часы минус шесть. Солнце погажется, но ненадолго. Сегодня поговорим о таком направлении, как кудуру. Данный стиль родом из санголы. Музыкальная кудура начала формироваться в конце 80-х годов. Путем смещения традиционной перкурсии, звука, англайском сэмбе. При этом испытывая на себе влияние к англайскому даболу. И европейского хаоса, и техно. Такая музыка называлась бат-ида. И отличалась высоким темпом. 130-140 ударов. И речевками. С танцевальной точки зрения, для кудуру характерно наличие степов. Чаще всего, соответственно, музыкальному треку. Очень быстрый футбор, который совсем не обязательно танцует в бит. А также абсолютно неподражаемая актерская подача и подоксомашисты. Танец – это способ достичь красоты. Владеть каждым мускулом и направить его к часу. Танцуете, и вот ты часы. И с вами был Майс Лизван Баро. Пока-пока. Ну, между прочим, сегодня праздник, можно и потанцевать. Да, зажигательно очень это все делает Лизван. Но у нас есть телефон и звоночек. Давайте будем общаться с телезрителем. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Валентина Кузьмовна. Валентина. Вы к нам с поздравлением, наверное. Да, да, я хочу поздравить Тюкалинского района, село Новый Кошкуль с днем, с праздником, с их профессиональным. С днем работника культуры. А кто там работает? Да, да. А кто там работает конкретно? Там работают Исаева Валентина, Рассказова Ирина, Чернова Татьяна. А вы имеете какое-то отношение к культуре? Нет, я не имею. Я уже пожилой человек. Я ходила туда. Ну, были такие у нас там. Мероприятия. Вот ходила туда. Мне очень понравилось. Хорошо там. Можно провести время пожилому человеку. Спасибо за это поздравление. Спасибо большое за поздравление. Действительно, называют даже вот сельские клубы, да, культуры такими окнами массовую какую-то культурную деятельность. Потому что, ну, зачастую и танцы там, и кружки там, и какие-то творческие направления, хендмейт, как сейчас можно говорить. А главное, что все сделано талантом и руками подчас, подчас, вот руководителями вот этих вот кружков. А в нашем утре... В нашем кружке? Да, в нашем кружке. Все сделано своими руками Анастасии Евдокимовой, которая неустанно придумывает какие-то новые штуки, которые помогают в нашей жизни. Доброе утро! С вами «Своими руками». Полезные советы, которые позволят по-новому взглянуть на самые обыкновенные вещи. Читать книги ночью – особая романтика. Чтобы свет не мешал домочадцам, можно сделать портативный светильник своими руками. Нам понадобится небольшой фонарик, прищепка и несколько резинок. Собираем наш гаджет вот таким образом. Теперь крепим прищепку к книге. Можно читать даже в самой темной комнате. Вы пытаетесь продеть нитку через мизерное игольное ушко, но раз за разом ничего не выходит. Знакомая проблема. Решить ее поможет кусочек бумаги. Отрежьте тонкую полоску и приложите к ней нитку. Можно продевать. Секрет в том, что бумага хорошо держит форму и при этом отлично гнется. Согласитесь, снять наклейку с новой покупки довольно сложно. Если просто сорвать ее, то на поверхности останется клей или же она просто порвется. Решить проблему поможет обыкновенный фен. Нагреваем феном этикетку около минуты. Осталось подцепить наклейку и медленно ее отклинить. Готово! На сегодня это все полезные советы. Помните, что даже самую сложную ситуацию можно решить, если проявить немного смекалки. Пока-пока! Продолжается наш эфир. И получается, в начале нашего эфира в 7 утра мы заявили тему... Сделали анонс. Да. День работника культуры. И как же в этот день без замечательных музейных работников, которые живут в прекрасную работу в нашем городе. Центр Эрмитаж Сибири трудится буквально, не знаю, сколько часов в сутки. Сейчас спросим у наших гостей. Мы приветствуем в студии Екатерину Кудряшову, искусствоведа, методиста по музейно-образовательной деятельности Ирину Симонову, заместителя директора по научной деятельности Центра Эрмитаж Сибири. Здравствуйте! Доброе утро! Рада вас видеть! А мечи в предвкушении новая выставка открывается в Центре Эрмитаж Сибири. Так и охота запеть «Эх, дороги и пыль до туман». Ну да, хочется все-таки правильное название услышать. Выставка называется «Пути дороги. Русская живопись и графика 19-го, начало 20-го века и собрание Ярославского художественного музея». А почему именно Ярославского? В Ярославле прекрасная коллекция русского искусства. У них есть такие шедевры, о которых мы можем только мечтать. И когда появилась возможность показать их собрание у нас в Омске, конечно же, мы воспользовались случаем. Вот дороги – это такой символ. В России, матушке, про дороги много чего написано и много чего сказано. Из пета немало. Из пета немало. Вот монтаж выставки, оформление выставки, но помимо что-то на стенах шедевры, что-то будет подкреплена, эта тема дороги, какими-нибудь инсталляциями, что ли? Уж простите за банальность. Инсталляций у нас никаких не будет, потому что дорога рассматривается на выставке не только как физическое явление, понятие перемещения, а дорога – это еще и философское осознание жизни человека. Мы решили оттолкнуться от этой философии и визуальные знаки дороги в экспозицию не вводить. Там огромное количество пейзажей, там огромное количество трактов, водных путей, самых разных визуальных знаков дороги, поэтому мы приняли решение, что дополнительно ставить верстовые столбы, например. У нас было очень много разных идей. Или вводить какие-то другие, условно говоря, дорожные знаки, будет, наверное, излишним. А кто курирует эту выставку? Я. Мне кажется, по дороге можно будет насмотреться уже этих знаков, тем более скоро к апрелю ремонт дорог начнется и как раз вот доехать до Эрмитар-Сибири. 65 картин, да? Не так просто это все разместить было. Все равно, есть ли какое-то зональное деление? Вот с чего начинается, как развивается? Да, есть. Это зональное деление было предопределено уже ярославскими кураторами. Выставка приехала очень хорошо выстроенная. Но мы все-таки немножко поменяли их местами. Внесли свои лепсы. Да. И начинаем мы все с зимней дороги. Потому что для Сибири зимняя дорога, вообще зимний санный путь, зимний путь по водной дороге для Сибири всегда был такой определяющий. Поэтому мы начинаем с зимы. Я думаю, что мы уже поинтриговали наших зрителей. Когда это все открывается и по какую дату, по какое число будет работать? Выставка открывается, начнет работать 27 марта. То есть уже в пятницу можно познакомиться с нашей экспозицией. Пожалуйста, наши дорогие зрители, обратите внимание. Мы сейчас работаем с 10 утра до 6 вечера. Касса музея работает до 17.00. А ярославцы-то приедут на открытие? Нет, к сожалению. Они приезжали на монтаж выставки. Приезжал их куратор, заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Алексей Викторович Федорчук. Собственно, с ним вместе велась работа по построению экспозиции. Он рассказал все о работах, о выставке. Можно сказать, провел такую учебу для наших сотрудников. И теперь мы будем нести эти знания дальше нашим любимым зрителям. А мы-то чем-то их удивили. Они нам в чем-то в хорошем смысле этого слова позавидовали. Позавидовали, да. Рассказывайте. Позавидовали прежде всего зданию Центра Эрмитаж Сибирь, где выставка этой будет проходить на Музейной 4. Потому что действительно здание сделано по самым передовым новейшим технологиям, оснащенной климат-контролем. и созданы все условия по освещению. То есть все, чтобы экспонаты чувствовали там максимально комфортно. Ну и отчасти это такой очень большой плюс сейчас в период, когда не все музеи, наверное, могут принять такое массовое количество посетителей. Эрмитаж Сибирь безопасен в этом плане. Дезинфекция. Да, конечно. Обязательно. мы соблюдаем все требования и потому что безопасность прежде всего. Вот такой вопрос. Не сочтите его провокационным. Мы все чаще и чаще устраиваем интерактивные выставки. Мне это мягко сказано... Не нравится? Ну не то, что не нравится. Но как-то вот когда вот оно живое, оно живое. А вот интерактивные вот эти все дела с кнопочками, с перелисталочками, это вот для меня как-то... Ну как бы и не искусство, что ли. Я прав? Или надо мне меняться, идти нога в ногу с прогрессом? Вот у искусствоведов какая позиция? Вот лично какая позиция? Ну, в нашем музее, в нашей деятельности мы стараемся этот баланс соблюдать. Интерактив он нужен, потому что он дает новые возможности для демонстрации, например, вещей, которые мы не можем показать вот так живьем. Это первое и второе. Уже искусство в диджитал формы начинает постепенно переходить. Мы не можем игнорировать этот процесс. Это я себя ругаю. Но все-таки мы приверженцы классики, наверное, по большому счету. И вот этот вот процесс включения искусства в диджитал формах мы вводим, но пока очень аккуратно. И я бы хотела как раз порадовать любителей классического искусства выставка «Пути дороги» абсолютно классическая. И думаю, она ответит всем требованиям, вкусам и запросам. Если вы хотите туда попасть бесплатно, наши дорогие гости принесли нам пригласительные, которые завтра, завтрашнего утра начнем мы разыгрывать в нашем утре. Алена Зарина, Константин Поминов начнут этим заниматься. Ну и есть, кому подхватить, в том числе и нам. Так что готовьтесь, вопросы будут интересные, но сложные, потому что не так просто попасть в центр Эрмитаж Сибирь. Открывайте сайты Ярославского музея Эрмитаж Сибирь нашего центра и кое-что там почитайте, чтобы вам легче было с утра ответить на вопросы и добро пожаловать на вот выставку этих шедевров. Резюмируем. Почему обязательно нужно посетить эту выставку? Вот три каких-то составляющих. Это зрелищная выставка, это большое событие для Омска, потому что Ярославский музей впервые гостит у нас. И это, возможно, откроет для омского зрителя новые имена, потому что многих художников, которые представлены в экспозиции, у нас нет. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы прощаемся с нашими телезрителями и переходим на 12-й канал. Переходим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова